Привет, слушатели, читатели, зрители ДТФ, с вами подписочное шоу в раннем доступе, распространяющееся по сервисной модели DTF Access. Это мне сегодня еще понадобится. Я расскажу вам о самых интересных новостях индустрии развлечений. Ну, по крайней мере, о тех, которые я считаю интересными. И хватит вступления, поехали! Глава Nintendo Russia Яша Хададжи, который каким-то чудом все еще работает в Nintendo после зимнего скандала раскрыл секрет ценообразования на продукты Nintendo в России, мучившей игроков уже несколько лет. Напомню, в чем суть недопониманий. Например, картриджные версии игр Nintendo стоят намного дешевле, чем те же самые игры в их цифровом магазине eShop. Аксессуары для свеча, которые так не были дешевыми, вскоре подорожают. К концу июля две вот эти вот люфтящие хреновины будут стоить 7 тысяч рублей. А Pro Controller, реально лучший способ играть в игры на свече, 6500, что на две тысячи дороже, чем предложение конкурентов. Спасибо изданию GameMax за интервью, из которого мы узнали, почему так получается. Сейчас вкратце расскажу. Дело в том, что европейская Nintendo заказывает аналитику курсовой разницы на полгода вперед для таких регионов, как, например, Россия. Если эта аналитика правда крутая, то это плохая новость не только для фанатов Nintendo, но и в целом для всех россиян. Курсовой ориентир компании на данный момент 73 рубля за евро, а вот прямо сейчас это примерно 70. Но на игры и консоли российский офис устанавливает цены самостоятельно, а на аксессуары, например, нет. Но в прошлый раз они закупали огромную партию аксессуаров, которые вот эти вот последние два года не кончались. А теперь, похоже, закончилось, и цены взлетают. А вот цифровым магазином eShop управляет европейская Nintendo, поэтому цены там значительно выше. А сторонние компании сами ставят цены на свои тайтлы, поэтому если вам не нравится цена, например, какой-нибудь Just Dance, то это вопрос не к Nintendo, а к Ubisoft соответственно. И возможно, подчеркиваю, возможно, это интервью реакция на недавнюю петицию фанатов компании Nintendo к европейскому офису. Недавно блогер Василий Русяев начал собирать подписи под петиции в адрес европейской Nintendo с просьбой проверить на профпригодность российский офис компании. Приведу несколько цитат. Подразделение Nintendo Россия не занимается деятельностью, повышающей престиж продукции Nintendo для российских потребителей. Подразделение погрязло в халатности и нежелание идти на диалог с игровым сообществом. Отмечается некачественная работа официального магазина мира Nintendo, не отвечающая требованиям современной интернет-коммерции. Дальше идут претензии к ценам в цифровом магазине и аксессуарам, но это вопросы, которые мы осветили чуточку ранее. А если бы я работал в компании Nintendo, например, пиарщиком Кодзиму Упаси, я бы посоветовал у руководства поговорить с игроками напрямую, а неопосредованно с помощью интернет-изданий. Например, так, как это делает Джефф Каплан. И еще от себя добавлю, что вот все похожие истории как-то не добавляют желания становиться фанатом Nintendo. А у вас? И если вы думали, что это все новости про Nintendo, то нет, это не все новости про Nintendo. Кажется, компания решила анонсировать по одной консоли в неделю. Я не знаю, как долго продлиться это акция невиданной щедрости, но как минимум анонсы две недели подряд это уже, ну, какая-никакая закономерность. Нет, это не Nintendo Switch Pro и не Nintendo Switch Super Lite, а просто обновление обычного Switch'а за ту же самую цену. Основная фича в том, что вместо 2,5-6,5 часов работы, игроки получат от 4,5 до 9 часов. За те же самые деньги, что звучит очень даже неплохо. Вот старая коробка, вот новая вы, главное, не перепутайте. Наверное, видно сейчас тем, кто вот совсем недавно купил себе Nintendo Switch по каким-нибудь скидкам и уже подумывает, они бы сдвели его на Авито. И, кстати, про БУ рынок. Интересно, будет ли какой-нибудь способ отличить одну ревизию от другой вот так вот на глаз? А то я помню, как много лет назад ушлые продавцы вместо iPhone 4s подсовывали обычную четверку. А теперь короткая, но очень важная новость. Netflix показал платву. Фанаты Ведьмака очень долго ждали этого момента, с замиранием сердца, медитируя у костра и сразу несколько вопросов. Похрен на то, что у Ведьмака один меч. У платвы вообще ни одного. И никакого ведьмачьего медальона. Я искренне не понимаю, как эти профаны собрались снимать сериал. Electronic Arts анонсировала Plants vs. Zombie 3. Я знаю, что эта новость мало кого волнует, но, пожалуйста, не торопить проматывать видео. Я тут, может быть, душу открываю, проявиваю уважение по-братски или по-сестрински. Я очень люблю Plants vs. Zombie. Это была и, в общем-то, есть потрясающая мобильная игра. Для меня это, в первую очередь, именно мобильная игра, потому что проходил я ее на своем iPhone 4 и, наверное, это были лучшие часы его жизни. Понятная прогрессия, которая очень хорошо ощущалась. Постоянно появлялись новые уровни, новые враги, новые механики, новые растения. Но праздник длинся недолго. Студию PopCap купил Electronic Arts, и я даже не понимал, насколько плохо все станет в ближайшем будущем. Во вторую часть я играл, принципиально не платив ничего. Есть у меня такая заморочка, что в играх я покупаю только отключение рекламы. То есть, никаких уменьшений таймеров, никаких ключей, лутбоксов и, тем более, никаких геймплейных штуковин. Никогда. И мне было тяжело. Я получал прикольный контент, наслаждался им, а потом повторял это еще раз, еще раз, еще раз, пока не получу какой-нибудь сраный ключ, чтобы открыть новый мир и уже, наконец-то, начать двигаться по игре дальше. Я постоянно топтался на месте. Конечно, классно, что игра постоянно развивалась. Новые уровни, обновления, события. Но удовольствие в чистом виде стало меньше, чем было в первой части. Я бы лучше заплатил 3-4-5 сотни рублей и играл бы себе по кайфам. Но жестокая я решила по-другому и нет им за это прощения. И все-таки мне очень интересно посмотреть, что же получится с третьей частью. Жалко, что андроида на бета-тест у меня нет, а для iOS дата проведения его пока что непонятно. И, наверное, это лучший предлог, чтобы рассказать вам, что на DTF есть целый раздел, посвященный мобильным играм. Они, правда, бывают очень разные и часто бывают очень-очень крутые. Спасибо за это редактору раздела Тимуру, который любезно согласился поделиться своей экспертизой и своими мыслями о Plans vs Zombie 3. Тимур? Спасибо, Паша. А к Plans vs Zombie 3 у меня пока что ровно одна серьезная претензия — это тройка в названии. В свое время еще со второй частью Plans vs Zombie перевод на бесплатную модель и двойка в названии сыграли злую шутку, когда в игре вдруг оказалось меньше контента, чем в первой части. Ее толком и не поддерживали. Она просто оказалась короче, не такой интересной, не такой новаторской, хотя сиквел. И с другими мобильными спин-оффами у Electronic Arts почему-то нет проблем. То есть NFS No Limits, Command & Conquer Arrivals, Titanfall Assault — это все такие местечковые спин-оффы с особенным, отличающимся от оригинала геймплеем. Конечно, Plans vs Zombie изначально как будто бы идеально подходит для мобильных платформ. Она казуальна, она достаточно проста для того, чтобы адаптировать под тачскрин, но тем не менее для тройки в названии нужно что-то кардинально новое. Просто так третий раз ту же игру. Обзор недели уже тут, так что пора узнать, чем мы будем заниматься с 22 по 28 июля. Пожалуй, главный анонс недели, если даже не месяца — это Wolfenstein Youngblood. Bethesda почти не пиарит игру, и на самом деле это очень странно. Я надеюсь, что на следующей неделе они запустят настоящую хайп-машину, иначе зачем вообще все это было сделано? Wolfenstein 2 New Colossus, на мой взгляд, был хорош всем тем же, чем был хорош первый Wolfenstein. Плох тем же самым и очень сильно обрезанным сюжетом. Ну то есть анонсировать главного злодея франшизы, десятиминутной катсценой, встречей лицом к лицу и не давать его убить — это, на мой взгляд, как минимум странно. Так что в целом игра, на мой взгляд, достаточно вторична. Я подозреваю, что из Wolfenstein Youngblood может получиться то же самое, но из того, что мы знаем о игре по ранним превью, можно ожидать чего-то большего. Во-первых, в игре появится RPG-элемент с прокачкой, что-то типа того, как был в Doom, или может быть даже круче. А во-вторых, похоже, в кооперативной игре есть очень много крутых кооперативных взаимодействий. Звучит странно? Отнюдь! Какое слово прикольное. Частенько кооперативные игры — это те же самые одиночные игры, но ты играешь в них с друзьями. Ну то есть вы оба бегаете, прыгаете, стреляете, как будто играете по одному, но в одной локации. А если в игре вам, например, надо выполнять разные действия в одно и то же время или, наоборот, одно строго одновременно? Решать головоломки, прикрывать напарников. Именно поэтому Portal 2 — прекрасная кооперативная игра. Keep Talking and Nobody Explode — прекрасная кооперативная игра. И такие элементы должны быть в кооперативных играх. Если Янг Балат будет да просто Wolfenstein с хорошим кооперативом, я буду счастлив. И мой друг тоже. В кино, наверное, можно обратить внимание только на «Шаг вперед 6», если вдруг франшиза вас не задолбала еще 15 лет назад, когда еще не было слова «франшиза». И на «Бойцовский клуб», который вы все уже видели. Но смотреть культовые, классные, хорошие фильмы на большом экране — это не то же самое, что смотреть их дома. Поищите сайт организации «Иное кино». Даже если вы живете не в Москве или Питере, список городов для показов очень-очень большой и, поверьте, это того стоит. И кажется, я только что нарушил первое правило «Бойцовского клуба». А в музыкальном мире ничего особо интересного не происходит, поэтому тут прочерк. А по итогу неделя 7 из 10. Правда, такие большие, интересные, многообещающие игры, как Wolfenstein Youngblood, летом практически не выходят. Так что я очень надеюсь на хорошую ААА-игру. А если я вдруг пропустил какой-то важный релиз, то, пожалуйста, пишите комментарий мелким почерком и лайкайте подобные комментарии, чтобы люди были в курсе. Заранее спасибо. И моя любимая рубрика – это ваши комментарии. Паша Пивоваров похож на самурая. Жду его в Госсу в Цушима в следующем году. Кстати, это объясняет мыльную камеру в предыдущем выпуске. Но не объясняет, почему она не от третьего лица. Наверное, было бы неудобно. Все понятно. Пивоваров ушел из утреннего шоу в изгнание, где познавал Бусидо. Копил чакру и играл на гитаре, чтобы вернуться с новой идеей, которая подарит нам много незабываемых эмоций. Спасибо, Паша. Все так. Осталось только придумать эту идею и вернуться из из знания. Какой-то нелепый выпуск. Забавно, смешно, низкокачественно. В целом оно все как-то задумывалось, да. Второй – определенно лучше первого. Выкуси Константин Эрнст. А на этом все самое интересное подошло к концу. Передача тоже, да и я что-то не молодею. Подписывайтесь на ДТФ, не подписывайте пользовательские соглашения, не прочитав, и до встречи через неделю, где бы вы там нас не смотрели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!